приветствую всех кто будет просматривать это видео сегодня хочу показать как подросла моя кобра желтая вот она в центре вот этот большой куст хотя он совсем совсем не желтый вот такой белый но когда листики растут они имеют желтоватый оттенок вот здесь вот надеюсь будет видно что распускается желтый он ну вот эта вся веточка такая желтоватая но со временем здесь вот тоже желтоватый цвет но со временем постепенно вот они вот так вот белеют здесь тоже чуть-чуть желтого есть вот и поставила вот рядом белую кобру так вот выглядит она листики похожие но в регатности намного меньше такой вот у белой кобры окрас сплэшики может быть даже вы частые сплэшики но все-таки вот это вот который продается как желтая кобра если хороший цвет то очень красивая конечно краска у нее такая прям мраморная в регатность новая веточка пошла прям яркие такие листы ну вот везде где новые молоденькие веточки листики красивые яркие в регатные я показываю ее ну в прошлом году как она у меня росла в начале давала полностью лысые такие побеги столоны и они называются и мелкие мелкие листья на них и вот после нескольких обрезок листья стали расти крупней более ярко окрашенные более в регатные достаточно красиво то есть обрезка для таких растений только на пользу вот такая красавица она заодно покажу на какой опоре она у меня это лесенка обычная пластиковая лесенка вот так она идет а вот это посередине вставлена палочка от орхидей опора с которыми продаются орхидеев и нопсисы и подвязываются цветоносы к ним вот она так вставлена через одно чтобы устойчиво стояла вот так она еще более-менее стоит а так это лесенка длинная и гибкая на из пластмассы и без этой палочки не будет стоять будет на одну сторону заваливаться туда подгроз под грузом листы то есть здесь такая веточка на куда-нибудь ее наверно кверху направить посмотрю так вот кверху конечно желательно ее направлять такая прямая уже барынька барынька вот так в крае горшка заправила и вот новые листики которые растут они конечно очень красивые очень мне нравится то есть если не получается что-то в первый год нужно не отчаиваться нужно искать подход искать менять условия может быть что-то ей не нравится я так поняла что эти длинные усы лысые вот эти столоны растут когда ей не хватает недостаточный свет не хватает освещение и флянки эти вырастают лысые такие побеги безлистные совершенно то есть она тянется ищет где ей свет но если след предостаточно хотя здесь вот конечно маловато в регатности вот то ну если вот цвет нормальный хорошо все то вот хорошие красивые листики растут еще пару слов хотел сказать про опа ливия она очень любит купаться влажный воздух любит если воздух сухой они прям в трубочку эти листики так сворачиваются даже если влажный грунт и я частенько носила ее ванны просто мыла подуша но за одной листики помыть все-таки пульта домашние они собирают и промывала и не накрывала грунт и получался видимо у нее избыточный полив категорически нельзя теороидные допускать перелива грунта переувлажнение грунта тогда они пятнами идут где-то у меня было а вот вот здесь вот такие коричневые пятнышки это залив этот один листик но это вот как раз после того как я ее носила в ванну там поливала мыла вот и попадала в горшок в грунт и получилось вот переувлажнение очень аккуратно нужен полив ни в случае не переувлажнять поливать с хорошей просушкой вот такая вот уже лошадушка у меня красотка мне лично нравится как она сейчас выглядит не знаю как и других вот для меня всегда проблема как формировать эти лианы и опору хорошую не найти и как их заматывать сложно придумать ну в общем как то вот так следующая лианочка пинату и при приемном пинату альба врегата или как-то так но сейчас он очень распространен белым рамбурно такая врегатность очень красивая но у него должны быть большие листы и со временем они разрезаются здесь вот таких как как у монстеры разрезы должны быть ну вот здесь уже талия на три раза намотана ну вот никак не формирует крупные листья скорее всего нужно будет обрезать ее так же как я обрезала вот предыдущую желтую кобру и может быть исправится она и будет более крупные более красивые листья расти а пока вот тоже и лысые участки есть я конечно их наматывала тут особо не видно но и есть и лысые участки надо тоже наверное срезать под пень и ждать уже более крупных красивых листьев вот опоры это который такая вот спиралькой вот зеленая спиралька ну тоже черти что совершенно не нравится мне такая опора она неустойчивая какая-то косая кривая палочку также вот подставил привязал для устойчивости ну такая же палочка от орхидеи но все равно как-то все это хлипкая какая-то шаткая конструкция не нравится мне прямо мучаюсь я с этими опорами сфор с формированием все-таки крупные растения да и будет еще расти хочется как-то сформировать чтоб как-то это по-человечески выглядело ну прям не знаю не нравится не то что сейчас в любом случае буду обрезать ну немножечко погодя где-то может в феврале в марте срежу прям под пень и буду смотреть если что дублики себе их укореню то мне и так сейчас есть дублики от нее ну то есть можно экспериментировать не жалко и вот такая страдалица в моей коллекции монстера monkey mask или косая в общем я покупала срок с названием monkey mask а там кто его знает листики вот не крупные вот не крупные совсем не крупные растут и такая же история что вот лысые длинные эти столоны оголенные без листья совершенно растут и плохо растет капризничать листья сушит я подкармливала железом подкармливала как и магния вот такое удобрение сульфат магния потому что иногда хлорозит не от нехватки железа от нехватки магния временный хороший результат но потом что-то опять не то что-то опять не так пока я не начала поливать ее подкисленной водичкой то вот вот такой вот результат листья портятся ржавеют отсыхают отмирают толком ничего не растет и вот когда стала поливать подкисленной смотрите какая новая веточка пошла листочки хорошие вот зелененькие все не хлорозят вот то есть ну у нас очень плохая жесткая вода возможно вот это вот сказывается на кислотности грунта наш этот если постоянно такой водой поливать то вот в моих условиях именно в моих условиях подкисление воды вот это оказывается выход теперь вот стало хорошо расти вот новые листья достаточно все хорошие ну весной конечно тоже обрежу ее чтобы уже хорошие листики отрастали вот и будет красиво здорово расти надо видимо изначально кислый грунт купить и потом поддерживать этот баланс видимо не любят такие они нашу воду такую жесткую и заодно вот про опору скажу потому что видела такие же в продаже и продаются они с такой стороны лучше показать вот опора она такая вот прозрачная она не не так гнется как вот зеленая опора у лесенка зеленая у кобры которая вначале я показывала она более как бы форму держит но это очень толстый колкий материал хрупкий то есть малейшее какое-то усилие то есть там острые ножки в грунте и если их там вот так вот нажать между собой то они просто отколятся не такое уж большое усилие нужно но не на этой опоре на другой я как-то вот так вот нечаянно ну я пыталась куда-то воткнуть нечаянно сжала чуть посильнее и они просто откололись очень хрупкий вот этот материал хотя форму она держит без дополнительных палочек но все равно как-то вот неустойчивые с ней ну и повторяюсь очень материал такой ненадежный колки они бывают там розовые голубые вот прозрачные такие такой пластмасс но тоже не нравится мне ненадежная вот то есть такие мои наблюдения может быть кому-то пригодится я как бы смотрю у кого-то нормально растет без всяких танцев с бубнами такие красивые они растюшки пышные растут и листики крупнее дырочек там много они не хлорозят ничего возможно не знаю в питере мягкая вода все говорят и на питерской воде хорошо растет но у нас вот очень плохая вода в московской области и такой вот результат через время засаляется грунт ну так вот прям на поверхности такая бывает белая прям корка со временем и растения плохо растут с такой водой вот если подкислять постоянно регулярно достаточно то вот вроде бы и хорошо уже я ну даже я не помню но когда я этим магнием или железом подкормлю то есть все и без железа все хорошо ну единственное вот подкисление ну у меня и другие растения есть которым нужно подкисление ну там в основном вот эти мариновые таберне монтаны что там еще эксоры ну вот такие все бронфельсии тоже их подкисляют то есть я как бы развожу не только для нее если водичка остается я заодно и ее поливаю этой подкисленной водой ну вот стало хорошо расти вот прям новую веточку выдала уже вот такую о хорошую ну в общем вот так ну как я поняла обрезка всегда только на пользу идет так что ждем весны и обрезаем всех на пень и пусть красивые молоденькие растут ладно всем удачи всем пока